Здравствуйте, наши уважаемые зрители! В эфире программа «Подмосковные вечера» и в кресле гостя в нашей замечательной дачной беседке народная артистка Российской Федерации Инна Ивановна Ульянова. Здравствуйте, Инна Ивановна! Добрый день! Сегодня утром матушка моя спрашивает меня, кто к вам приезжает, кто приезжает? И я говорю, вот Инна Ивановна Ульянова, народная артистка России. Она говорит, боже мой, Маргарита Павловна! Боже мой, Маргарита Павловна приезжает! И я говорю, мам, ну почему вот Маргарита Павловна, ну вот еще так много прекрасных ролей театральных и... Да-да-да, послушала меня, мама опять залыбалась и сказала, Маргарита Павловна, Маргарита Павловна! Вот у меня такой сразу возник вопрос, не обидно вообще, что зачастую с одним образом ассоциируется имя ваше? Или это не так? Или это частности? Нет, я думаю, что тут... Ну какие обиды? Я как Серано де Бержерак, пусть я прошел по спискам неизвестных, я не обижен, ну не довелось. Ну подумаешь, ну а, простите, гениальный артист этого самого Чапаева. Ну, одна роль, да? Но он же был гениальным артистом. А Фаина Георгиевна Раневская, давайте так уж, это вот просто Джамалунгми и так далее, вот эти горы. Нет, не обидно. Но знаете, что утешает? Что все-таки вот она запомнилась, да? Запомнилась. И не только она, но вся картина. Что-то она излучает. Видимо, какой-то излученко есть, что до сих пор ее на праздники, и люди смотрят улыбаясь. Потому что мы это делали тоже улыбаясь и любя друг друга бесконечно. Я имею в виду, так сказать, каждый из персонажей и даже уже, так сказать, просто участники, актеры. Работа, которая делается с восторгом, с любовью, с удовольствием, даже вставая рано утром на съемку, было все равно хорошее настроение. Потому что ждал, так сказать, Олеженька Меньшиков, ждал Ленечка Броневой, ждал, значит, Витенька Борцов, Толич Коровикович. Мы до сих пор общаемся. И когда мы встретились через, вот лучше об этом, через 20 лет по весне, нет, видимо, не по весне, где-то вот февраль-март, вот так вот. Мы на покое, на этих чистых, ну, на околосовременника, мы, значит, отпраздновали 20-летие. И когда мы встретились, с кем-то мы не виделись, с кем-то мы встречаемся, все, вот. И мы даже не заметили, что мы состарились, что мы немножко, ну, так будем говорить, хуже, лучше этого не имеется, значит, ну, все-таки мы стали немножко другими. Все равно мы встретились, как будто бы мы близкие родственники. И это, видимо, все-таки было заложено изначально. И скажу только одно, что Михаил Михайлович Казаков, это я искренне, абсолютно, без всякого, так сказать, коленопреклонения, хотя и это существует, у него было так все это математически сложено, он так все это просчитал толково. И так, он был тогда красив, легок, я говорю, тогда, ну, сейчас вы действительно немножко все изменились, вот, но легок. И это было наслаждение. И поэтому, в общем-то, так сказать, что обильно. Ну, а я много снялась, ну, я называю, знаете, как у нас на Украине говорят, ну, вот, шкурочки, вот, когда лучишь, семечки там или что, лужпайки. Я, знаете, сколько семечек этих лужпайок сняла? Ой, Господи Боже, какая, да, все удовольствие. А если вот через 20 лет встретились, не возникало такой мысли снять продолжение этой истории? У Михаила Михайловича, наверное, было такое, но тут же нужен еще наш дорогой драматург, который, как бы, вот, так сказать, не написал продолжение. И думаю, что не напишет. А как произошел такой переход от Маргариты Павловны к рекламе? А, Тишка, а вы знаете, что это так было кстати, ну, правда, это было разные временные, так сказать, как бы, когда мне предложили это, то я несколько удивилась. Причем, говорит, пробы в Лондоне, я серьезно вам говорю, я подумала, что кто-то развлекается не очень удачно. Ну, думаю, ничего, пусть себе. Говорит, да, вы знаете, ну, я очень занята, просто бесконечно занята. Хотя я была достаточно свободная. И говорит, на три дня вы в Лондон можете? Я говорю, ну, на три, не больше. Хотя я могла быть там неделю. За хорошие деньги, кстати. Вот. И это было, ведь я же почти была пионером в этой области. Тогда не было таких. Это было около пяти с половиной лет тому назад. Это еще только начиналась, так сказать, наша реклама. И, значит, когда мне назвали сумму, и, так сказать, я увидела Лондон, правда, только из окон машины, потому что это были серьезные пробы, нас было несколько человек. Вот. И когда мне сказали, что, в общем, все, я поняла, что я могу вообще ничего не делать, только сниматься вот в этой рекламе. А как я, честно вам скажу, что я человек совестливый, и, как бы, я не люблю халтурить. Я и здесь, в общем, так сказать, как бы, да, мне нравилось, тем более хорошо оплачивается. Я могла действительно ничего не делать. Хотя я даже коллеги, которые мне говорили, как тебе не сует, я говорю, не зарекайтесь, не зарекайтесь. А потом началось. А потом я увидела Ижи на экране. А откуда эта фраза? Комит, милочка, микробы убивает. Вот слово милочка, сами придумали? Нет, нет, по-моему, было заложено в этих вот сценариях. Нет, нет, нет. А они же, в общем, по-моему, те, кто предлагал меня вот в этом качестве, вот, то они шагали от Маргариты Павловны. То есть это все-таки эксплуатация образа? Все-таки, да, да, вот того, да. Да, безусловно, безусловно. И, в общем, так бы, наверное, это было тогда кстати. А почему, кстати, снималась эта реклама в Лондоне? Нет, она пробовали нас, потому что, помните, такая была медицина, далька, «Проктор энд Гэмбл». Да-да. А это была дочерняя фирма американской в Лондоне, а из Лондона уже была дочерняя у нас. И вот, значит, мы... Потом, правда, сняли этот «Проктор энд Гэмбл». Вот, потом по лицензии теперь уже комод делается где-то, или то в Перхушково, или то в Монино. Вот, не отметят, снимали все, только пробовали были в Лондоне. Вот, мы сейчас заговорили о таких моментах популярности, когда уже лицо стало узнаваемым, когда кинообраз уже стал понятен, любим. А все-таки, наверное, популярность пришла не на этом этапе. Была замечательная роль и в 17 мгновениях весны, и до Покровских ворот. Давайте поговорим вот о том периоде жизни и творческой работы. Ну, конечно, если бы за, в общем, предыдущий, там, как бы, допустим, первый прорыв до 17 мгновений, потому что смотрела вся страна. Это было в августе месяце, показывали. То есть, когда все сидят у телевизора на дачах. Замечательная женщина с лесой. Да, 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 да. И, конечно, тоже было наслаждение. Две, это ночью снималось в такой кафе Лира на Пушкинской площади. Вот, я сейчас помню, ну, это же было 20 с лишним лет. Там 25 или 26. Вот, вот, вот. Да, ну зачем же это я еще и цифры, так сказать. И я помню, что не было такого количества заграничных машин. И согнали машины всех посольств, все эти Мерседесы и так далее. И это было удовольствие, потому что он прелестный совершенно режиссер. Умница вообще какая-то, так сказать, ковалевская. То есть, по организации труда, потому что действительно 12 серий, вот так вот все у себя держать в головке, это, в общем, не женское дело. Ну, и я уж не говорю о Вячеславе Васильевиче, с которым мы тоже встретились. У Никиты Сергеевича Михалкова «Утомленный солнцем». Ну, уже через много-много лет. Да, много-много лет. И когда я его первый раз увидела, вот там, в 17-м году он шел в форме обершарфюрера или штурмбанфюрера, не помню, так сказать, это точно. Я думаю, боже мой, я махонькая, думаю, господи, с таким красавцем. Ну, когда мы встретились через несколько других десятков лет, я думаю, ну, в общем, мы пришли. В общем, не так уж все и страшно. Он чудный партнер и очень милый. И еще, я говорю, Вячеслав Васильевич, вас сгубила, ваша красота. Потому что он характерный, прекрасный артист. Он чувствует юмор. Он, я бы сказала, он немножко другой, чем на экране. Вот это вот чудное лицо почти римского красавца или там нашего какого-то графа или князя. Вот. А он на самом деле, он очень живой, остроумный. Все. Он говорит, да, сгубила ему красота. Вот так вот. И так бывает даже у мужчин. И, конечно, это было прекрасно, потому что действительно все посмотрели. Это первый, потом Покровский, ну, потом уже мелочь замечалась. Ну, и, наконец, каждодневное явление с Кометом. Меня даже махонькие козлики там, играющие у нас во дворе, говорят, тетя Комет, идите играть в футбол. Я говорю, сейчас, ребята, только разбегусь и пройду. Вот такое дело. Так что все, все в этом смысле славно. А есть ли, по вашему мнению, актерская судьба, актерское предопределение? Или все-таки человек, актер, сам делает свою судьбу, в том числе и творческую? Вы имеете в виду что? Желание или осуществление этих желаний? Удачу. Удачу, конечно, конечно, безусловно. Но я думаю, что удача плюс желание, конечно, потому что у меня с детства было желание, причем военное поколение, откуда там, понимаете, какое там кино, сейчас кино, театр, телевидение и так далее. А тогда же это, ну, так сказать, мы были в эвакуации в Новосибирске, я была крохой, я уже играла в артистички. Ну, это уже, так сказать, и, конечно, удача. Но еще, конечно, вот это, ну, как говорят, терпение и труд все-таки дают результаты. Удача, удача. Удача приходит в результате, видимо, все-таки твоих усилий. Все-таки это не из... Без этого не получится. Ну, есть счастливчики, конечно, есть барабанщики судьбы. Он ничего не делал никогда, ему воваль. Нет, я не из тех. Я даже не выигрываю ни в одной. Я не играю ни в лотереи, ни в какие эти, потому что я никогда ничего не выигрываю. Я могу только вот копытить своим трудом. То есть так просто деньги и все остальное мне не дается. Ну, а вот выбор актерской профессии предопределил случай или все-таки это какое-то планомерное, подготовительное работа? Ведь родители, я так понимаю, все-таки не были ни артистами, ни отношений к театру никакого не были. Нет, 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 никак. А ему неизвестно вот это вот как-то что-то оттуда, видимо, из космоса. Да, да, из космоса. Вот просто... Нет, ну, отец у меня был очень артистичен. Вот он бы мог быть роскошным артистом. Он чудно танцевал, у него был хороший слух. Он, ну, помимо того, что он был роскошным инженером, просто действительно той еще закалки, он учился в Донбассе у немцев. Немцы тогда еще преподавали в Донбассе. Вот я же из города Горловка. Вот. И он шахматист, бильярдист, танцор, любимец дам. И в нем была вот эта вот, знаете, под полуденным солнцем и солнцем в крови он рожден. Вот, видимо, от отца. Мама была немножко другая, так сказать, дама более, так сказать, сдержанная, прагматичная, немножко по-другому. Конечно, видимо, от отца, но это судьба. Откуда вдруг в этой маленькой... Да я просто учиться не хотела. Ведь когда меня в первый класс поперли, я сказала, не пойду. Я спряталась где-то в подвале. Меня выуживали. И знаете, почему я пошла? Мне подарили маленькую серебряную рюмочку. Она до сих пор у меня дома. Вот. И сказали, ну вот тебе серебряную... Вот я говорю, ну при таком условии. Я говорю, зачем учиться? Я же буду актрисой. Я не хотела в первый класс. И я была права. Многое из того, что мне преподавали, я не запомнила. Не пригодилось? Нет, не понадобилось. Ну, тем не менее, в Щукинском училище вы учились с удовольствием. Я была отличницей. Я с красным дипломом окончила. А как родители отнеслись к вашему выбору и к поступлению в училище театральное? Ну, мама, как бы так сказать, маме было все равно. А папа сказал, что не огорчайся, Анна. Вот читай газету при этом. Он сказал, ну ее же не примут. Не знаю, к кому это был, так сказать, брошен упрек. То ли я действительно махонькое, худенькое дитё, военное. Вот плохо ели в эвакуации. Либо к маме, что, мол, кого ты родила, вот. Говорит, не примут. Ну, говорит, всегда в горный институт без экзамена. Вот это меня-то троечницу несчастную. А потом, говорит, Анна, ты подумай, ведь это сложная судьба. Мать-одиночка. Нет семьи. Папа тогда это понимал. Тогда еще. То есть сразу установку выдал. Я сказала, нет, все равно. Ну, конечно, было огорчение. Но в какой-то момент, когда уже поняли, что, как бы, так сказать, это не такой уж пагубный для дитя и женщины путь, они уже как-то примирились. И потом папа даже начал как-то гордиться тем, что вроде бы на экране. А не было такого момента в жизни, когда хотелось, ну, немножечко отключиться, забыть это комедийное амплуа и сыграть, ну, что-то совсем прям противоположное или ту же героиню, я не знаю, там, или что-то трагическое. Подспудно. Нет, трагического нет никогда. Я поняла, что я что-то где-то уже говорила о том, что когда «Зорь» были тихими, я играла с Шаповаловым, значит, его даму в сердце, и когда я прощалась с ним и кричала «Федотушка, не уходи!» Это в театре на Таганке происходило. Да, в зале раздавались смешки, поэтому я понимала, что трагедия и драма вчистую не для меня, конечно. Ну, я же понимаю, что я в зеркало, я смотрюсь, интонацию свою слышу, а потом мироощущение. Ну, как это, ну, представить на секунду, что я играю сейчас нечто трагическое, ну, никто же не поверит. Даже не сейчас, а просто, вот, так сказать, я со своим желанием все любить. Мне нравятся цветы, мне нравится музыка, мне нравятся карты, мне нравится хорошая еда, застолья на колес. Ну, и я буду, ну, это трудно представить. А что происходит сейчас в вашей жизни? Были такие авторы, которые писали для вас специально? Или есть какие-то спектакли, которые вот сейчас репетируются, есть какие-то фильмы, которые сейчас снимаются? И такой, может быть, общий вопрос, но есть ли среди них таких, которые делались или писались или ставились специально на вас? Нет, дружочек. К сожалению, этого не было. Единственное, что сейчас прекрасно в нашей профессии, что мы имеем возможность, ну, в всяком случае, кто-то из нас имеет возможность выбирать из того, что я имею в виду антрепризы, я имею в виду то количество, все-таки сейчас идут эти сериалы, и там женщин, правда, значительно меньше, чем мужчин, но тем не менее, все-таки. И нет, к сожалению, у меня не было такого, что мне сказали, что я пишу для вас, вот я сейчас хочу подумать о бенефисе. Нет, 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 не в связи с юбилеем, не с юбилеем. Нет, просто так, бенефис. Ну, надо же, в конце концов, как-то что-то солидное сделать. И вы знаете, да, с удовольствием, и даже, так сказать, телевидение и все, но надо искать материал, материал. Но все-таки вот мы сейчас сделали работу по Лене Филатову, стрелец, Федот Стрелец, молодой удалец. Вы знаете, я такое получаю наслаждение. Это в каком театре? Это антреприза, антреприза. И когда мне предложили, так сказать, эту, нам, вернее, всем предложили работу, то я подумала, что как это прекрасно. Я же играю две роли. Я играю и няньку, и бабу-ягу, потому что, ну, если играть либо то, либо другое, то, ну, в общем, не очень интересно. И я сейчас получаю действительно удовольствие. Потому что, во-первых, компания очень хорошая подобралась. Вот. И, во-вторых, любовь все-таки к Леониду, к Лене Филатову, и к его, так сказать, пьесам, и к его прозе, и к его киношной деятельности огромная. И это нам дает мне, так сказать, аванс. Понимаете? То есть нам заранее уже оплатить. Я понимаю, что это не нам, а это Лене Филатову. Это наслаждение. Просто наслаждение. А как семья ваша относится к многочисленным переездам, разъездам, антрепризам, гастролям, и такой напряженной творческой работе? Помогает или, наоборот, мешает? Смирились. Так, яичка, у меня семья-то небольшая. Все. Музыка. Супруг, который, в общем, ну что же, что же. Ну, как-то, вы знаете. Знал, кого брал. Даже нет, он не предполагал, видимо, но человек, он терпеливый. И какой-то такой тихий, нежурный. И мало к искусству имеет отношение. Что касается детей, то у меня только внуки. Так вот я умудрилась, да. У меня внуки, которые меня обожают, потому что они с ними. Это наша бабушка. Это наша бабушка с гордостью. Потому что у меня был не один муж. И племянники. Так что, в общем, я их приучила, маленьких, все равно. А потом я, поскольку все-таки человек, у меня есть вот этот вот гормон серотонина в крови. У меня он в норме. Вот, это гормон радости. Поэтому я уж, если уж я проштрафливаюсь там, допустим, не очень готовлю дома и уезжаю куда-то, то я потом стараюсь все-таки это, как бы, так сказать, восполнить разговорами, зарисовками. Ну и хорошим чем-нибудь, каким-нибудь обедом и так далее. Вот я смотрю, и передо мной сидит Маргарита Павловна. А фильм-то снимался вот уже много-много лет назад. А вот изменений во внешнем облике не произошло. Поделитесь, пожалуйста, секретом. Если это, ну, по возможности. Конечно, я понимаю, что все секреты вы не выдадите. Как удается сохранять такую потрясающую женскую форму? Что это, гены или вы целенаправленно над этим работаете? Ну, польстила, ну, прям, ну, не знаю. То, что вижу, то, что вижу, честно. Немножко расслабиться и, пожалуй, выболтаю. Все. Нет, 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 нет. Во-первых, приятно это слышать. Спасибо вам большое. А, во-вторых, ничего, так сказать, как бы тайного и, так сказать, понимаете, очень сложного нету. Существует все, что мы с вами знаем. Это режим, это физические нагрузки, это продуманное питание. И все-таки, наверное, сейчас я вам скажу, вот интересно. Вы знаете, что составляет, как ни странно, четыре, значит, пункта счастливого человека. Ну, и от этого, естественно, и физика, и, так сказать, твоя форма, и все. Это первое. Ну, конечно, наследственность. Папа с мамой. Потом вот тот гормон серотонина, о котором я уже говорила. Это гормон радости. Если он есть у вас в кровушке, это вне зависимости от наследственности. Можно, серотонина нету, поэтому унылость, хондра, меланхолия, и что бы ни происходило, все. Значит, второе. Дальше. Обязательно. Удивительная вещь. Скромность. Ну, это, вот если мы так, ну, нет, если мы подумаем, вот гордыня там, да, ну, я небожитель, как сейчас, блистательная небожительность, звездность, скромность. То есть внутри там я могу быть какой угодно, вакханкой, все, но внутри я понимаю, что не очень. И справедливость. Тоже, в общем, понимаете, то есть, так сказать, некая незавышенная оценка и себя, и, так сказать, событийный ряд, незавышенность. Я честно вам скажу, что всю жизнь я чего-то такой, все-таки, вот, режимлю. Может быть, это от папы. Папа всю жизнь, он играл в теннис, тогда, когда еще так широко это не рекламировалось. Вот, он играл в теннис, он катался на коньках, занимался гимнастикой. Всю жизнь встал, ну, вне зависимости от того, когда он ложился, в 6 часов утра и так далее. И у меня вот это вот желание все-таки, вот, я не люблю переставлять мебель. Это к тому, что не нужны, я люблю режим. Вот, я люблю, чтобы стол стоял здесь, я люблю, чтобы встать в 8 часов. Я сегодня половина восьмого встала, вот, половина восьмого, вышла на улицу, жарко, правда, думаю, потно, немножко все. Думаю, ну, у меня сегодня работа, у меня еще репетиция сегодня вечером. Вот, это, потом, конечно, нужно уже думать и о питании, потому что, как известно, едим мы плохую продукцию, это уже все знают, пьем мы плохую воду, дышим мы неважным воздухом, значит, нужно особенно и в этом смысле. Ну, и опять же, знаете, как это называется, все-таки, вот, это неистребимо. Даже в моменты, я говорю себе, даже в моменты огорчений, не сбывшихся надежд, а в моменты кризиса, семейного, творческого, какого угодно, я себе говорю, жизнь, это благо, это такое благо. И поэтому, когда у меня, как звери, растут цветы, Кирочка, я приглашаю вас к себе в гости, надеюсь, что, во-первых, так сказать, на премьеру, а потом еще что-то. Обязательно. Две антрепризы, надеюсь, все-таки вы увидите. Вот, цветы, когда у меня растут, как звери, которые я поливаю через магнитную вороночку. Вот, надо поливать цветы через магнитную, вот такая вот маленькая вороночка. Я думаю, господи, какое счастье, под небытое окно, но это не важно, а звери-то, цветы. Так что... То есть рецепт сводится к простой фразе, не падайте духом, поручик, голиться? Безусловно, безусловно. Все-таки нужно, как бы себе все время говорить, что это однажды, что это быстро кончается, я имею в виду наше существование. И поэтому нужно воспринимать все. Вы знаете, какой я благодарный человек? Вот, какие-то подарки там, что это, ну, я очень люблю дарить. Но когда мне, то я думаю, ну, я весь мир отдам, весь мир отдам. И вот сейчас вот там, так сказать, мне помогли там оформить паспорт и все такое. И я хожу, думаю, думаю, что бы приятное сделать, надо... Вот я говорю, что надо относиться к этому как к празднику. Понимаете, нам дан праздник. Если мы еще будем его, этот праздник, своими собственными силами, как правило, так и происходит. Так что вот, простейший рецепт. Спасибо вам огромное. Рецепт действительно прост и достаточно легок в исполнении. А какой результат, дорогие наши зрители, вы можете убедиться сами. Какие вы нынешние молодые, нутка. Спасибо вам огромное, Инна Ивановна, что пришли к нам сегодня. Я надеюсь, наши зрители все запомнили. Если не запомнили, то непременно запишите. Пригодится, я вас уверяю. В нашей дачной беседке сегодня была в гостях народная артистка России Инна Ульянова. И вы смотрели программу «Подмосковные вечера». До свидания, до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!